МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Эфир канала ОТС продолжают информационные итоги дня. В студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Надо еще понимать, что борщевой набор – это самая популярная группа у покупателей. Соответственно, все торговые сети заинтересованы, чтобы наценка была минимальная. Контрольные закупки в супермаркетах и на рынках. Почему набор для борща стал главным критерием покупательной способности? Очень прекрасно дорогу сделали. По сравнению с тем, что было, это вообще небо и земля. И очень-очень хорошо сделали. Дорожные ямы исчезли на семи улицах в Первомайском районе. Как оценивают ремонт водители и пешеходы? Так, скажем, краски жизни другие. И ты общаешься всегда, всех знаешь, уже как будто как родной. Необычная смена для особенных детей. Почему родители живут вместе с ними в оздоровительном лагере? В Новосибирскую область поступила очередная партия вакцины Epivac Corona. Это вторая подряд крупная поставка в наш регион. Накануне в поликлинике отправили однокомпонентный препарат «Спутник Лайт». На сегодня первую прививку поставили уже 564 тысячи новосибирцев. По данным исследования крупнейшего рекрутингового портала России, больше всего вакцинированных среди менеджеров, банковских работников и строителей. Темпы вакцинации в нашей области выше средних по стране. Полный курс из двух компонентов прошел пока только каждый четвертый житель России. Лидером по росту цен стала морковь. Овощ в этом году подорожал в два раза. Не отстает и свекла. Здесь рост на 140%. На остальных участников борщевого набора капусту и картофель продавцы также переписывают ценники. В чем причина, разбиралась Екатерина Новгородцева. Фрукты и овощи – традиционные продукты, цены на которые меняются из сезона в сезон. В этом году они бьют рекорды. В июне новосибирцы жаловались на изменения стоимости базовых продуктов. Очень сильно выросли. Не знаю, раза на 25-50% мы почти точно выросли. Самые дорогие продукты в корзине, по словам горожан, мясо, молочка и овощи. Какой обычно средний ценник выходит? За тысячу. Ну и если, например, закупаться на неделю где-то, то, наверное, тысяча полторы-две. Ну, где-то 500 и больше. Так. Ну, а это продукты на неделю, на два дня. Ой, буквально на один, на два. С инициативой по снижению цен на продукты борщевого набора выступила партия «Единая Россия». Рабочая группа провела сегодня рейд по торговым точкам Новосибирска. Сравнивали цены на морковку, картошку, лук, капусту и свеклу на рынке и в сетевых магазинах. Выяснилось, что частные торговцы нередко завышают цену. Так, стоимость морковки доходит до 100 рублей за килограмм. Средние. У всех одинаково почти. Там, кого-то там чуть дороже, кого-то чуть дешевле. Например, видите, здесь, как вам объяснить, от качества товара зависит. Например, если второй сорт будем продавать, то, конечно, мы дешевле сделаем. Когда выше сорт, дорого сами берем, дорого продаем. И все же, несмотря на то, что отдельные наименования на рынке стоят дороже, общий ценник выходит меньше, чем в сетевых магазинах. В «Магните» за один борщевой набор получилась цена в 203 рубля, на центральном рынке 117 рублей получилась. Цена зависит от объема. Поставки очень большие, соответственно, мы можем себе позволить с производителем предложить ту цену, которая нужна потребителям. Надо еще понимать, что борщевой набор – это самая популярная группа у покупателей. Соответственно, все торговые сети заинтересованы, чтобы наценка была минимальная. По итогам закупки самая бюджетная овощная корзина получилась в магазине «Пятерочка» – 99 рублей за борщевой набор. Однако эксперты смогли найти не все необходимые продукты. Не оказалось свежей весовой говядины. Ее выгоднее всего покупать на рынке. В среднем цены в Новосибирске по трём категориям торговых мест у нас чуть ниже, чем среднерыночные по России. Надо сказать, что всё подорожало во всей России, подорожало в Новосибирске не так сильно, как, видимо, в других регионах. Мы сделали анализ. Поэтому в среднем мы находимся в общероссийской выборке. Дешевле в Новосибирске, чем в других регионах – лук и картофель. Эксперты отмечают, сейчас на рынок заводят отечественные продукты. В ближайшее время стоимость товаров может снизиться. А по итогам сегодняшнего рейда примут решение по введению мер для стабилизации цен. Екатерина Новгородцева, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Несмотря на пандемию коронавируса, отдельные секторы промышленности, в частности обработка, в регионе сохраняют свои позиции. А в лидерах не только фармацевтическая индустрия, что вполне объяснимо, но и легкая промышленность. Коммерсанты быстро переориентировались на производство средств защиты масок и медицинских халатов. На долю сферы промышленности сегодня приходится больше 70% отгружаемой из Новосибирской области продукции. В том числе благодаря федеральным и областным субсидиям и кредитам. Эти деньги пошли на обновление производств, хотя специалисты признают, что частично эта инвестиционная основа была заложена еще в допандемийные годы. База была заложена именно в 2018-2019 году. Многие развернули свои инвестиционные проекты тогда, и в том числе с государственной поддержкой. Поэтому очень хочется надеяться, что эта тенденция у нас сохранится при росте. И в продолжение темы. Завод «Тяж Станка Гидропресс», оказавшийся этим летом на грани банкротства, сохранят. Со слов регионального министра промышленности торговли Андрея Гончарова, может быть в меньших масштабах, но производственные площадки останутся. Ведут переговоры с инвесторами, имена их пока не называют, но известно, что это профильные предприятия, то есть заинтересованные в выпуске той же номенклатуры продукции, которая и была у завода. На стадии решения кредитная и налоговая задолженность, это больше миллиарда рублей, и Федеральная налоговая служба может пойти на их реструктуризацию. Уже погашают долги по зарплате, включились региональные власти и в переговоры с ресурсоснабжающими компаниями, чтобы завод смог войти в отопительный сезон. Темпы взяли высокие, а что с качеством дороги в Новосибирске, этим летом ремонтируют в том числе и на деньги из областного бюджета. Так сегодня в Первомайском районе города закончили латать сразу несколько проблемных участков на улице Твардовского, которая вызывала много нареканий у автомобилистов. Бывал наш корреспондент Илья Мамаев. Сейчас эта дорога одна из самых качественных на Первомайке. Однако раньше на этом участке улицы Твардовской были глубокие ямы и постоянно скапливалась грязь. Очень прекрасно дорогу сделали. По сравнению с тем, что было, это вообще небо и земля. Из 278 миллионов рублей почти 15 было выделено на ремонт проблемных дорог в Первомайском районе. Полностью дорогу не закатывают, кладут асфальт только на проблемных участках. За 16 дней подрядчик справился со всеми объектами. Там получается у нас 7 объектов всего. Они от, допустим, полтора километра до 100 метров такие кусочки, там, где невозможно было ехать. Общая площадь ямочного ремонта – 12 тысяч квадратных метров. Теперь по улицам Марата, Тельмана, Адоевского, Твардовского, Конечной и Нахимова будет ездить гораздо приятнее. На сегодняшний момент комиссионно посмотрели, как бы визуально со всеми. Есть кое-какие небольшие замечания, которые подрядчик тоже слышал и будет их устранять. Но более качественный район, так как заказчиком являлось управление дорожного строительства, они будут лабораторным способом, двумя лабораториями, одной независимой, одной их, принимать уже последнее решение о качестве этой дороги. Из 85 объектов, на которые были выделены дополнительные деньги, готовы уже 37. Остальные участки обещают отремонтировать к 1 сентября. Илья Мамаев, Сергей Жданов, Новости ОТС. В эфире новости, смотрите далее в нашем выпуске. Без них очень никуда. И сказки почитают, и попоют они, и порисуют. Великолепно. Люди не знают, некоторые даже фамилии Рериха не знали. А теперь они благодарят, что они вот, благодаря вот этой выставке, они узнали имя Рериха. А тем более про пакт Рериха. Потому что это миротворческая деятельность. Первый раз, на самом деле, с этим столкнулся. Это интересная такая анкета. Ну и вообще такая ситуация, в принципе, интересная, что тренера такие вопросы как бы задают. Новости ОТС. Так как в большинстве случаев теплотрассы расположены под проезжей частью. Требуется педагог-организатор в детскую больницу. Такое объявление появилось на сайте по поиску работы. Откликнулись на него 20 человек. Все теперь трудятся в детских отделениях клиник. Впрочем, эта история получила продолжение в виде соглашения с детским омбудсменом. И не исключено, что в будущем на законодательном уровне закрепят педагога-организатора в каждом педиатрическом отделении. Что же это за профессия такая? Наталья Цопина расскажет. У нас будет картина про медведя, который очень хотел рассказать историю. Правда? Пятилетняя Сима любит рисовать животных. Уже договорились, что в следующий раз, когда придут педагоги, на альбомных листах появятся лиса, волк и заяц. В больнице девочка лежит три недели. В коллекции уже стопка рисунков. Соседку по палате Веронику госпитализировали три дня назад. Общение с волонтерами положительно оценивают и маленькая пациентка, и ее папа. Без них очень никуда. И сказки почитают, и попоют они, и порисуют. Великолепно. Для взрослых это тоже большое. Такое солнышко в таком буднике. На объявление о поиске педагогов-организаторов в детские больницы откликнулись 20 человек. Некоторые уже трудились в качестве волонтеров и больничных клоунов. Был у нас такой замечательный прецедент, когда сама медсестра попросила педагога сопровождать ребенка на манипуляции. Ему нужно было дышать ингалятором. И педагог просто в то время, пока четырехлетний малыш, сложно высидеть 20 минут процедуры. Она разрисовывала ему руки, он спокойно принимал то, что с ним происходит. Читают книги, рисуют, беседуют о жизни, показывают кукольные представления. Какой будет встреча, становится понятно в каждой конкретной палате. Педагоги объясняют, исходит из потребностей детей и своего ресурса. Порой бывает, что ресурс остается, и мы идем еще и в другое отделение, и в третье отделение. А иногда бывает одно отделение, и все. И мы понимаем, здесь нужно сознание включить, где становиться, чтобы сберечь себя, чтобы не сгореть раньше, чтобы остались силы, ресурсы, дойти до дома хотя бы, принять душ и одновременно. Елена Платова не один год ходила в палаты к детям, как больничный клоун. Сейчас осваивает новое направление. Проект реализует при поддержке фонда президентских грантов «Создаем среду». Все будет хорошо. Главное им принести этот заряд бодрости, чтобы они подпитались, как батарейка от меня. А сами так где черпаете? Сама? Ну, я вот недавно замуж вышла. Поэтому у меня очень много сил и энергии, как бы, новая жизнь, новая семья. Работа идет пятый месяц. По будням на Красном проспекте, в выходные в филиале на Союзе молодежи. В детской больнице скорой помощи рассказывают. Дружба с Оно больничный клоун и нос многолетняя. Недавно завершили роспись стен в приемном покое и травмпункте. Врачи считают волонтеров единомышленниками. Отзывы только положительные, но это плохо и быть не может. Заняты дети, заняты родители. Состояние психологическое на самом деле в больнице не очень-то и хорошее бывает. Поэтому такие специалисты всегда приходят на помощь врачам, сестрам. Результат очень хороший. Волонтеры рассказывают, обработали 50 анкет. В 48 из них родители сказали, что после посещения педагогов-организаторов состояние ребенка стало лучше. Спасибо вам. Очень было весело и прикольное. Наталья Цопина, Андрей Руднев. Новости ОТС. Ровно 30 лет назад станция метроплощадь Маркса в Новосибирске приняла первых пассажиров. Это была восьмая по счету станция подземки и конечная ленинской линии новосибирского метрополитена. В конце 80-х скоростной подземный транспорт уже соединил берега Абис. Дан в эксплуатацию знаменитый метромост и станция студенческая в Левобережье. На подходе с дачи Гагаринской и Зайльцовской вглубь стремительно растущего города. Но лихие 90-е принесут с собой не только смену власти в стране, но и скорректируют планы метростроителей. Начнутся перебои с финансированием и поставками материалов. И все же в конце июля 1991 года новую последнюю станцию метро в Советском Союзе всего за несколько месяцев до его распада откроют. И посадочная платформа будет соответствовать всем принятым в то время стандартам. Ширина 10 метров, длина 100. Пройдут десятилетия и метро Площадь Маркса станет рекордсменом по пассажиропотоку среди своих станций сестер, как самая загруженная в новосибирской подземке. В Зайльцовском бару внимание муниципальных властей привлек опасный участок дороги. Перед переездом железнодорожных путей в сторону парка культуры отдыха Зайльцовский крутой поворот. Пешеходной дорожки нет. Люди и машины делят одну проезжую часть. Движение тех и других для лесной зоны довольно интенсивное. Муниципальные власти нашли конструктивное решение проблемы. Сегодня утром возле опасного поворота часть старых сосен спилили. Проложить новую дорожку в лесу не так просто. Нужно выкорчевывать пни, ровнять почву, а полосу присыпать специальной крошкой, чтобы защитить ее от грязи и дождя. Только тогда дорожка будет считаться безопасной для пешеходов. На Сибирской области началась смена в оздоровительном лагере для детей с диагнозами ДЦП и аутизм. Курирует заезд благотворительный фонд, поэтому пребывание практически бесплатное. А смены тематические, причем дети отдыхают здесь вместе с родителями, рассказывает Екатерина Стывко. Волонтер раздает детям золотистую фольгу. Сегодня на мастер-классе они украшают стеклянные бутылки в технике декупаж. Процесс сложный, помогают родители. Роман Грязнов старательно крепит декор. Поездки в лагерь ждал с нетерпением. Так скажем, краски жизни другие, и ты общаешься всегда, всех знаешь, уже как будто как родной. Диагноз мальчика – ДЦП. Он мечтает научиться самостоятельно пересаживаться с инвалидного кресла на стул. Для этого проходят постоянные реабилитации. В лагере уже шестой раз приезжают вместе с семьей. Отдых необходим не только ребятам, но и их мамам. Ведь они 24 часа проводят вместе со своими детьми, помогают им во всем. В лагере организовали мастер-классы для родителей. Сейчас женщин учат наносить профессиональный макияж. Сейчас на отдыхе 20 семей. В лагере они будут жить почти неделю. Здесь рисуют, лепят, гуляют на свежем воздухе. Но развлечение не самое главное, говорят родители. Важно живое общение. Психологически помогают. Бывают трудные ситуации, разгрузка получается. Учат танцевать. Сегодня мы учились танцевать с крыльями. Мы здесь и плясали, и танцевали, и бегали. Психологически очень большая разгрузка и помощь. Тематика этого года – легенда о двух необычных рыбках, которые преодолевают речные пороги ради главной цели – волшебного водопада. Мы хотим взять такой скрытый смысл, что эти ребятишки тоже не такие, как все. Но они же не хуже других. Проходим вот какие-то пороги. Пороги страха, пороги сомнений, пороги обид, которые нам нужно преодолеть. И вот все эти разные мероприятия – это как бы такие прообразы этих порогов. В конце заезда ребят ждет большой сюрприз. Пока организаторы держат его в тайне. Желающих попасть в лагерь очень много. Места бронируют буквально за несколько минут. Пока заездов два – летний и зимний. Волонтеры хотят устроить еще один сезон. Но им нужна помощь – как физическая, так и финансовая. Контакты указаны на экране. Екатерина Стывко, Иван Чижиков. Новости ОТС. Новый выставочный проект «Пакт Рериха. История и современность» в Сдвинске. Экспозиция рассказывает о культуре и творчестве сквозь призму цитаты и идеи Николая Рериха. Подробности в нашем следующем сюжете. На выставке «Пакт Рериха. История и современность» представлены уникальные документы, фотографии, информационные стенды, баннеры, репродукции картин Николая Рериха. И фотоматериалы, которые рассказывают о трагической гибели памятников культуры. 35-го года, 13-го апреля, в Сдвинске, в Сдвинске, в Сдвинске, был подписан Пакт Рериха. Он был соединен в Шагове, и в Америке, и в 21-й год, в 1-й год, в 1-й год, в 2-й год. В экспозиции богатейший материал о международном движении во имя сохранения культурных ценностей, об истории создания Пакта Рериха. В нашей стране столько было разрушено памятников, столько разрушено было церквей во время революции, во время Великой Отечественной войны. И сегодня, в мирное время, разрушение продолжается. Поэтому нужно сохранять ценности культурные, нужно продолжать эту работу. Анна Невдач сегодня открыла для себя художника, не только как живописца, но и как миротворца. Я сегодня для себя открыла человека, который заботится не только о себе, но и о будущем поколении. Он призвал сохранять прекрасное и красоту вокруг нас, потому что понятно уже всем, что красота спасет мир. Выставку Пакт Рериха. История и современность в районном Доме культуры организовало Бердское Рериховское общество. Эта выставка очень важна. Это просветительский проект. Люди не знают, некоторые даже фамилии Рериха не знали. А теперь они благодарят, что они вот, благодаря вот этой выставке, они узнали имя Рериха, а тем более про Пакт Рериха, то, что это миротворческая деятельность. На открытии экспозиции побывали больше 50 человек. Выставка Пакт Рериха. История и современность продолжат работу в течение двух месяцев. Сергей Толмачев, Галина Распобина, Сергей Шевченко. Новости ОТС. Новости ОТС. Хоккеисты Сипсельмаша выходят на финишную прямую в подготовке к Кубку страны. Неделю назад команда вернулась из Алтайского края, где в селе Бочкари новосибирцы работали в режиме двухразовых тренировок. Правда, отладить взаимодействие на большом льду не удалось. На базе была лишь стандартная хоккейная коробка. Конечно, разница большая. Несмотря на то, что мы на маленькое поле поставили большие ворота, все-таки объемы не те. Я думаю, сейчас у нас будет неделя до Кубка. Мы подготовимся, накатаемся в Кемерово достаточно. Единственным игроком, который пропустил старт сборов на базе, стал Виталий Денисов. Полузащитник новосибирского клуба получил два выходных от тренеров не без повода. У игрока родился первенец. Но даже несмотря на радостные хлопоты, Виталий не забывал тренироваться самостоятельно. Некий такой стимул внутренний. Все равно каждый день становится лучше, каким-то примером для своего сына. Ну и вообще, в принципе, такое важное событие, я думаю, для каждого отца, для каждой семьи, для каждого молодоженов. Это некий такой этап в жизни следующий. Поэтому мы очень рады этому, что у нас наконец появился сын. Нагрузки для игроков тренерский штаб не пожалел. Команда отработала 12 дней без выходных и лишь в Новосибирске перешла на облегченные тренировки. Самые главные занятия стартуют уже на этой неделе. Команда отправляется в Кемерово, где наконец будет тренироваться на Большом Ледовом стадионе. Если мы сейчас в Бочкарях, мы работали над индивидуальным мастерством, над физическим состоянием, то в Кемерово у нас будет возможность кататься на Большом Льду, где можно отрабатывать командные взаимодействия, стандартные положения. Вот на этих сборах мы этому уделим внимание. Плюс у нас будет два контрольных матча со Сканифтяником и с Уральским Трубником. Во время общения с командой бросается в глаза позитивный настрой и раскрепощенность каждого игрока. Судя по всему, коллектив сумел отпустить провальные результаты прошлого сезона, а это первый шаг к исправлению ситуации. Помогает и общение, которое инициирует новый тренер Алексей Жеребков. В том числе перед отъездом в Кемерово вся команда прошла анкетирование. Первый раз на самом деле с этим столкнулся. Интересная такая анкета. Ну и вообще такая ситуация в принципе интересная, что тренера такие вопросы как бы задают. И все открыто, то есть нам сказали подписать эти анкеты, то есть все как бы в открытой форме для тренеров идет. Вопросы там, как видишь свою готовность к Кубку России, как видишь общекомандную готовность, кем видишь капитана, кем видишь вице-капитана. Ну и там пару вопросов по игровым схемам. В Кубке России Сепсельмаш стартует 1 августа. На групповом этапе команду ждет 5 матчей. Несмотря на официальный статус турнира, в клубе оговариваются, что Кубок – один из этапов подготовки к чемпионату страны. После игр в Кемерово у новосибирцев будет еще почти 3 месяца до полноценного старта сезона. А значит и на пик формы Сепсельмаш выйдет лишь к ноябрю. Это вся информация на сегодня. 27 июля в студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Температура воздуха в четверг плюс 20-22, в пятницу плюс 19-21. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. Всего хорошего и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok